Переход на латиницу и десоветизация, проблемы культур КМПФа. Сергей Литвинов, корреспондент, Украина. 29 марта 2018 года. Не успели еще облупиться патриотично покрашенные заборы, собственники и муниципальные власти, затереть утратившие остроту граффити, а таксисты и рядовые граждане выучить названия декоммунизированных улиц, площадей, населенных пунктов, как в массы снова вброшена новая инициатива за авторством министра, на минуточку, иностранных дел. Неугомонный курянин Климкин предлагает ввести в обиход вместе с кирилличным алфавитом латинский, что по мнению вдохновивших министра уважаемых польских партнеров будет способствовать освобождению Украины от постсоветскости. Идея, собственно говоря, не нова, с ней носились еще при Ющенко, но зато четко укладывается в русло генеральной линии борьбы за автентичную украинскую культуру. Борьбы, ведущейся от противного, с помощью тотального вытравливания всего советского, русского, русскоязычного и даже просто напоминающего об общих моментах истории украинцев и небратьев из-за поребрика. Однако власть пошла еще дальше, в виде ограничения на просмотр телеканалов и использование социальных сетей агрессора. Провалились и попытки хирургическими методом вырезать из общественного сознания такие раздражающие ветровичек атрибуты совка как День Победы, День Международной Солидарности Трудящихся и Международный Женский День. Согласно опросу социологической группы рейтинг в 2017 году эти праздники сохраняли важность и символизм для 82%, 51% и 73% украинцев соответственно. Таким образом, процесс переформатирования мозгов наших сограждан идет со скрипом и с боями. Есть базовые, глубинные вещи, отменить которые в декретно-приказном порядке не получается. Тем не менее, определенные круги готовы вопреки всему переть буром, держать и не пущать. Это выглядит весьма странно, ведь объективно массированная пропаганда и смена поколений все равно постепенно делают свое дело. Зачем же ускорять естественный процесс с помощью насильственных по форме и содержанию программ десоветизации и дерусификации? Самый простой ответ – упоротость персонажей, ответственных за культурную политику. Но если для отдельных наиболее одиозных деятелей это объяснение вполне подходит, то оно не выглядит правдоподобным для курса государственной политики в целом. Разумеется, в условиях современной Украины одной из основных ролей играет мотив распила и освоения бюджетных средств. Но я думаю, что здесь есть еще что-то другое. Это что-то связано, с одной стороны, с желанием заместить реальные социально-экономические проблемы, которые объединяют большинство украинцев против власти олигархов и бюрократов, манипулятивным культурными конфликтами, позволяющими под соусом борьбы за национальное единство разделять общество на противостоящие группы с целью облегчения контроля за недовольными и сохранения статус КУО. С другой стороны, заметно, что власть придержащая лихорадочно торопится. От государства впечатление, что они выполняют пункты какого-то плана, расписанного на относительно короткий срок. Но не будем строить конспирологических теорий. Вполне достаточно того, что ради своих корыстных целей нас готовы в очередной раз стравить друг с другом, используя язык, историю, искусство как средство отвлечения внимания от того, что происходит в экономике, медицине, образовании и других сферах жизни. От нашей способности противостоять этим попыткам во многом будет зависеть ближайшее будущее Украины и ее перспектива как единого демократического государства.